Число от 2 до 49 переставляем в таком порядке, чтобы каждое число делилось бы на номер позиций. Ну, давайте я проясню. Если у меня числа 2, 3 и 4, как их расположить на трех местах? Число 2, 3 и 4 написать сюда, чтобы вот это число делилось на 3, это делилось на 2, а это делилось на 1. Давайте. Сюда что писать? 3. Сюда что писать? Сюда 4, сюда 2. Ну, на самом деле есть еще вариант. Какой еще есть вариант? 3, 2, 4, 2. Сюда 4, сюда 2, да? Отлично, больше вариантов нет. Ну вот, а теперь вопрос. А если числа от 2 до 49, сколько, в реальности, сколькими способами можно написать в строчку числа от 2 до 45, чтобы каждое из написанных вам чисел делилось бы на свой номер. Я предлагаю следующую сокращенную систему нотации. Если число написано на том месте, какое это число, то мы это писать не будем. Имеется в виду следующее, что вот здесь вот мы не пишем. Понятно, да? То есть вот пишем вот так. А в этом случае мы пишем вот так. Понятно? Поэтому, пожалуйста, все ваши варианты напишите в такой сокращенной нотации. Потому что ждать, пока вы выпишете все числа 1, 2 и так далее, 48, и вот, конечно, нет всей. Правда? Итак, на первом месте стоит 49. Не-не-не, ну а на седьмом 7 это же неинтересно. Так, это он абсолютно прав, господа. Итак, все, записывай первый вариант. На первом месте стоит 49. Отлично. На первом. 7 на седьмом 49. А все остальные свои, да? Ну что, вообще-то он прав. Умеете объяснить, почему это единственный вариант? Да, как? Ну, возьмем 48. Да. Не думаю, что это только 48. Почему это? Потому что... А, на 48 делится только 100. Да, согласен. Так, и так далее, до 24. Да, до 24. Да, до 24. Согласен. А дальше варианты пошли. Да, дальше варианты пошли. Дальше не снято. Мы в месте, может стоять, например, на счет, который делится на 24. Но 49, который больше, оно не делится. Я понимаю, на 24-м месте тоже стоит 24, да. Так далее, у нас получается число, соответственно, этого, где 49 делится на это число. А, ну, в какой-то момент вы дойдете до семерки, и там впервые будет выбор. Да. И там вы напишите именем или 7, или 49. Да. Ну, все выпали. Хорошо. Думаю, вы созрели до того, чтобы дать вам задачу, которая была на турнире городов. Числа от 2 до числа 100. От 2 до 100. Система нотации такая же, как вы прописали мне. Выделил отдельные числа 1, 2, 3, 6, 17, 15, 15. Ну, слушайте, начинайте, как это будет цифр. Отдельные такие особые числа. А что это число? Это число, которые являются длительными основами. А делители числа 102, выделили отдельно. И понятно, что от 51 до 100 у нас будет критика неприятного числа, соответствующим именам. Пусть ничего еще не делится. Хорошо, хорошо, да. Словно сказать. А теперь пошли. Здесь у нас может стоять с того, ну, очевидно, то, что вот здесь у нас предстоит. Дальше. Здесь у нас первый способ 102, правильно? Давайте я вообще-то буду переписывать в стандартную нотацию. В общем, первый способ. Записывается так. 1 и здесь 120. Есть такой способ. Дальше. Дальше. Представляем, вот здесь вот сюда. А здесь стоит 102. То есть на первом месте 2. На втором месте 102. Да. Есть такое. Дальше. Дальше. Там где-то 60, там 102. А там где 30. Трое. Там где-то 60. Сейчас. Там где-то 6. 102. Отлично. Есть такое. Дальше. Там где-то 17. Там 102. Там где-то 11. Так. Так... И последнее, там где мы садим, там где сто два. А там где... Ну, не сто два. Да, есть такой. Да. Почему не может быть больше? Да. Почему не может быть больше? Да. Потому что мы решили задачу. На самом деле, может быть больше. Всё, спасибо за 10. Значит, вы предложили 6 вариантов. Это уже главное решение задачи. На самом деле, вариантов намного лучше. То есть, посмотрите, что он сделал. Просто предложил 6 вариантов. 102 на первом месте. Или 102 на втором на первом. Или 102 на третьем на первом. 102 на шестом. И здесь вот. Всё, предложили. На самом деле, есть ещё. И довольно много. Я думаю, что вы пока что не поняли. Я пламываю девять в этой ночи. Она гораздо даже проще, чем кажется. Даже этот способ записи, как ни странно, слишком сложный. Это не кто эти записи? На первом месте, может, обязательно больше. Совсем любое? Совсем-совсем. И даже 15. И даже 101. Ну, нет, нет, нет правительства. Нет, нет, нет. Нет, нет философии. Нужно, чтобы реально это добавили. Давайте. 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 На первом месте. На первом месте. На первом месте. На первом месте. На третьем что? На шестом. На шестом 102. Есть такой вариант. А это вы молодец. Дальше. Сейчас 11 и 51. А именно? На первом 17. На первом 17. На первом 15. На 17, 51. На 15, 51. А на 55, 52. Так. Отлично. Еще. На первом месте 2, на втором нет. На первом 2, на втором. Чего вы боитесь? Можно. На втором 6. На втором 6, а на шестом 102. Конечно, есть такой вариант. Ребята, а вы вообще понимаете, что такое число 102? Что нас на самом деле интересует в этом числе? Не слышу. Итак, 2, 3 и 17. Конечно, 3 простых множителя. 2, 3, 17. И что это значит? Я жду, когда вы догадаетесь, что же здесь на самом деле у нас написано. Число по диаграмме равное. Что? Число по диаграмме равное. Но если, допустим, там 17, то по диаграмме будет 17. Ну нет, это разумно, конечно. Потому что вы написали 17, и потом интересуемся тем, что поставить на 17 место. Конечно. Может быть, просто сначала рассматриваем двойки, а потом тройки. То есть всевозможные двойки, а потом рассматриваем всевозможные тройки, которые можно получить. А, не догадываетесь. Да. На этом месте стоит произведение. Правильно. По сути вы сказали правильно. Как это сказать еще понятнее? Может быть, кто-нибудь догадается? Ребята, а вот давайте мы перевернем эти числа и представим, что это как бы дроби. Вот давайте, три первых это что? Это три. Шесть третьих это что? Два. Сто две шестых это что? Семнадцать. Семнадцать. Давайте вот эту штуку записывать так. Три умножить на два и умножить на семнадцать. Как мы это будем записывать? Семнадцать умножить на три умножить на два. Это что такое? Дважды трижды семнадцать. Это что такое? Семнадцать на шесть это что такое? Шесть на семнадцать. Это что такое? Пятьдесят один на два. Господа, это мы всеми разумными способами раскладываем число сто два. То есть запрещен множитель единица, но при этом разрешено, что был только один множитель или два множителя. Лишь бы эти множители были отличны от единицы. Что у нас здесь есть? Вот здесь вот. Три умножить на четыре. Согласны? Вот здесь что такое? Два на пятьдесят один. Кстати, по-моему, когда два множителя, мы все варианты проверим. Правда? Два пятьдесят один, три три четыре. А, нет. Не все. Когда есть три на пятьдесят четыре, то у нас есть, конечно, и так. Понятно? И тридцать четыре уже на три. Когда есть два на пятьдесят один, то есть пятьдесят один на два. Потому что он здесь есть. Когда шесть на семнадцать, то есть семнадцать на шесть. И один еще есть делитель его числа, которые мы забыли? Да. И один еще один. А на первом месте три на третьем месте пятьдесят один? Нет, нет, нет. Это уже когда три множителя. Меня интересует... Да, нет, это еще не было написано. Я понимаю. Когда два множителя. Когда два множителя. Делители бывают. Два, три, шесть, семнадцать. Каким делителем бывают? Тридцать четыре. Вот здесь мы написали. Пятьдесят один. Павел все, да? Да. Все. Когда два множителя, все. А когда три множителя, сколько должно быть вариантов всего? Когда у нас есть три множителя, двойка, тройка и семнадцать. Сколько между ними? Да. Шесть способов, конечно. Количество перестановок из трех элементов это шесть. Дважды, трижды, семнадцать. Семнадцать, три, два. Три, два, семнадцать. Это три перестановки. Значит, на самом деле, должны быть еще три. Так. Три, семнадцать и два. Три, семнадцать и два. Так. Такую табличку мы сейчас обязательно сделаем. Так. Еще что? Не слышу? Два. Два. Дальше. Два, три, семнадцать. Дальше. 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 1, 3, сюда, 102, отлично, поехали, 10, 1, дальше, 2, 34, 32, 32, 102, отлично, 1, 17, 32, 32, 102, ну да, спасибо, молодцы искренне, давайте ещёelle, как это проще crossing на понимание? А вот, если вы расписали эти числа, и вот представьте себе, у нас есть две строчки. Одна строчка их номера, а другая сами числа. Номера 1, 2, 3, 4 и так далее до 100. Сами числа. 2, 3, 4 и так далее до 100. Давайте перемножим номера и перемножим сами числа. Когда мы перемножаем номера, то получается произведение, то что называется 101. Произведение всех чисел от того до 100 короткого. Когда мы перемножаем числа до 102, начиная с двойки, то безлада, вообще-то единицу писать сюда легко. И получается, что это просто 102 футориал. Ну, можно и не писать, не важно. Важно, что вот это произведение, оно же фактически есть внизу, и еще добавляется множить в 102. Значит, они отличаются ровно в 102 раза. Поэтому, если произведение всех чисел от 1 до 100, то результат будет 102. Но при этом у нас каждый раз частное долгует натуральное число. Ну, замечайте, если это натуральное число, ну, значит, это или единица, и вот мы договорились, что это короче, мы не будем писать. Ну, и это больше единицы, когда мы это пишем, и тогда получается действительно разложение числа 102 на 0. Поняли? Поняли. Замечательно.